Часто возникает ситуация, когда необходимо пролинковать несколько объектов к одной и той же руке, причем в разной промежутке времени. Для этого немножко не подходит та система, которую я тебе показывал, то есть линк через IK, Object, да, нужно делать по-другому. Для начала мы удалим все ключи касательно этой анимации, то есть мы удалим ключи с руки, мы удалим ключи с объекта и сделаем вот что. Мы будем привязывать не руку к объекту, а объект к руке. Значит, как это будет выглядеть? Для начала нам необходимо избавиться от вот этой вот привязки, потому что она не позволит нам работать тем путем, про который я говорю. Значит, сделать это очень просто. Нужно поставить любой из ключей, то есть вот, например, SetK, это выбрав руку бипеда, да, и нажать SetK, значит, в любом месте анимации, но до того, как мы будем работать с объектом. Пускай это будет 115 фрейм, хорошо. Значит, 115 фрейм, и здесь мы просто кликаем на стрелочку рядом с объектом, но выбираем пустое место, то есть по-другому я не придумал, честно говоря, как очистить это пространство. Пустое место, вот оно очищается, хорошо. Значит, дальше мы переходим к нашему объекту, который нам нужен. Мы будем использовать Constraint, Link Constraint. Значит, выбрав объект, мы идем в анимацию. Constraint, Link Constraint. Значит, вот эта вот палочка, которая появляется, она спрашивает, к чему мы будем привязывать объект. Хорошим тоном является привязка объекта к чему-нибудь статичному сперва, то есть не к тому, что мы будем анимировать. Это избавит нас от большого количества дальнейших глюков анимации. Статичный у нас, например, здесь есть стол. Вот я кликаю по столу, у нас есть привязка к столу. Если честно, я не знаю, как вызвать это меню сразу. И привязка к столу это такой, ну, не очень хороший тон. Привязку это лучше удалить и полинковать к миру. Тогда привязка будет просто к ничего не значащему объекту, который никогда мы не будем трогать. Именно на 6.15 кадре. Значит, это позволит нам сделать красивый переход, когда рука опускается, то есть еще ничего не происходит, да? Вот, то есть, например, на 6.20 фрейме рука у нас где-нибудь далеко. На 6.20 фрейме я сейчас все делаю анимацию очень примерно, поэтому не буду выверять ничего. Значит, на 6.20 она опускается к предмету. Значит, на этом кадре мы берем предмет, смотрим на кнопку Add Link, добавить связь, кликаем по руке, мы видим, что выбрал Add Biped Hand, отжимаем кнопку Add Link. Все, значит, начиная с 6.20 кадра, рука у нас будет являться привязкой... Нет, даже не привязкой, а просто объект будет привязан к руке. Значит, что сейчас важно сделать для красоты анимации? Важно один или два кадра оставить в покое, то есть, как будто бы он там ухватывается за нее, там, я не знаю, берет поудобнее. Ну, не делается так, чтобы сразу резко опустил руку, поднял руку, у тебя предмет в руке. Нет, так не бывает. Значит, мы копируем... Нет, копируем, у нас не получается. Так, хорошо, значит, тогда мы в руке копируем вот этот фрейм, то есть, берем руку Hand, копируем через Shift, сжимаем, относим 5 кадров в сторону. Видишь, у нас уже, ха-ха, рука поехала, рука поехала и поехал за ней предмет. Лечится это следующим образом, чтобы не было таких вот вредных анимаций, которые мы не делали между кадрами. Это делается примерно вот так. Выбирается рука, идется вот сюда и делается на ключевых кадрах, вот на этом и на этом, прямая линия анимации. Это, по-моему, выглядит вот так вот. Вот так вот, на этом кадре, входящая, вот так вот. Сейчас паразитная анимация должна исчезнуть. Смотрим. Не исчезла. Почему? 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 Может быть, у нас есть кадры где-нибудь после? Нет, кадров после нет. Собираемся. Итак, в данный момент наша цель, чтобы с кадра 620 по кадр 615 не было никаких паразитных анимаций. То есть, как будто бы рука ухватывает нашу крему. Смотрим, что можно сделать. IK Blend. Ну-ка, подкрутим IK Blend на обоих фреймах. Нет? Нет. Такое ощущение, что, кстати, рука смещается. Ну-ка, откопируем еще раз. Нет? Так, а само тело у нас двигается? Да, у нас двигается само тело. У нас двигается само тело. Эта проблема решается в данный момент радикально и быстро. То есть, мы убираем анимации с бипеда пока что, чтобы у нас ничего не мешало, не отвлекало нас от процесса. Значит, теперь, когда... Кстати, кажется, я удалил один из кадров, который не должен был удалять. Так, ладно, хорошо. Значит, вот у нас рука опустилась. Мы хотим 5 кадров момента ухвата. Делаем Shift. Мышкой перетаскиваем кадр. Копируется кадр. Отлично. Рука не двигается. Паразитных анимаций нет. Кстати, возможно, влияет то, что мы покрутили здесь IK Blend и BIOS. Да? Окей. Значит, начиная с 620 кадра, предмет у нас привязан к руке. Значит, окей. Рука у нас 5 кадров неподвижна. Дальше мы можем двигать руку, и за ней должна последовать клемма. Проверяем. Проверяем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Клемма подвигалась. Ура! Ура! Отлично. Значит, теперь, чтобы оставить клемму на этом месте, на новом, да? И взять новый объект. Я подвину немножко, чтобы нас не так много времени все занимало. Вот. Взять новый объект. Нам нужно опять выбрать клемму. И, что было бы логично, добавить LinkAdWorld. 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 Не проводила. Очень хорошо. У нее, значит, Link идет не по зигзагу. То есть... Ну, в общем, все правильно. Хорошо. Значит... Теперь, после вот этого вот 633-го кадра... Кстати, кадры можно менять, либо тут, либо здесь. У нас клемма уже будет неподвижна на новом месте. И руку мы можем переставить в новое место. Тоже опять три кадра делаем, но как будто бы он поставил клемму. То есть неподвижная рука. И вот есть паразитная анимация, кстати, между кадрами. Ну, уберем ее теперь биосом. Итак, на первом кадре прямая вправо. На втором кадре... Прямая влево. Смотрим, паразитная анимация должна исчезнуть. Окей. Рука больше не двигается. Это то, что мы хотели. Значит... И на 635-м кадре мы уже можем руку перемещать к, например, скажем, второй клемме. Ну, я все это делаю очень условно. То есть... Вот, видите, клемма не двигается. Прекрасно. Рука опускается. Опускается к второй клемме. И тут точно такая же история. Запоминаем кадр. 639-й кадр. 2, 3, 4 фрейма. Рука не двигается. Как бы сжимается пальцем в этот момент. Ну, я думаю, анимации пальцев стоит сделать. Значит... Смотрим, паразитная анимация. Чтобы не было, что нам удобно анимировать. Паразитная анимация присутствует между двумя фреймами. Да, якобы неподвижности. Мы это легко лечим уже известным нам способом. Так, первый кадр полечили. И второй кадр. Параметр BIOS мы крутим в TCB. Напоминаю. Значит, окей. Паразитной анимации больше нет. Рука неподвижна. В этот момент мы двигаем пальцы, сжимая клемму. Где-то в этом промежутке времени, там на любой из кадров, мы ставим анимацию. Да хоть на это же, на 639. Мы ставим Link Constraint на новую клемму. Естественно, сначала к чему-нибудь неподвижному. Неподвижное ударить, привязать к миру. Сместить кадр. Пускай это будет предыдущий кадр, она будет неподвижна. А на этом кадре, она уже будет привязана к руке. Add Link. Убираем руку. Так, отжимаем. В этот момент мы можем уже заниматься рукой. Перемещать руку в другое место. Клемма не привязалась. Почему? 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 Разбираемся. Такое ощущение, что я привязал что-то не то. И это что-то не то соскочило. Значит, уточняем. Откатываем действие назад. Оставляем в покое руку. Группа 0-1. Вот это тот глюк, о котором я говорил. То есть, когда привязывается к неподвижному, потом к подвижному, может предмет просто исчезнуть с того места, на котором он был. Переместиться куда-то другое. Например, в нулевую точку пространства. Как это лечить? Ага, уже никак. Нет. Мы откликали назад. И до того момента, как link constraint появился, в этом месте у нас уже предмет там, где нам нужно. То есть, в исходном. Хорошо. Я не буду играть с привязкой к ворлу все-таки в этот раз. Нам нужно все-таки делать работу, а не баловаться. Хорошо. Мы привяжем к столу по привычке. Значит, итак, кадры, на котором рука останавливается. Это 639-й. Пускай на 639-м предмет все еще привязан к столу. Animation constraints. Link constraints. Стол. Ну, а на 640-м уже привязка к руке. Add link hand. Так. Смотрим. Предмет никуда не исчез. Это главное. С этого момента мы уже можем дергать рукой, переместив ее подальше от этого двух-трех фреймов неподвижности. Переместив слайдер анимации, конечно. Передвигаем руку, и мы видим, что новый предмет... Еще не видим. Мы видим, что новый предмет следует за рукой. Отлично. Итак, в этом новом месте... Я повторю, что не буду выцеливать, просто показываю общий принцип. В этом месте мы снова выбираем предмет, на котором висит link constraint. Делаем linked world, то есть уже отвязываем от руки его. И на этом, в общем-то, все. Берем руку. Рука не привязана. Смотрим анимацию. Два предмета двигаются. До встречи. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...